Это наш первый международный опыт в Петро-Бетон в Египте! Здесь на выставке целый квартал китайцев. Они из Арабских Эмиратов, и они делают фасадные панели декоративные. Подобавок к пирамидам мы решили сделать еще вот эту скульптуру. Технология вся та же самая, единственное, мы привлекли скульптора. Так что, друзья, у нас богатый опыт, обращайтесь! Мы можем исполнить любого размера пирамиды на вашем участке или возле вашего бизнес-центра. Привет, друзья! Ну вот, мы наконец-то приехали на выставку в Египте, в Каире. Big Five Construct называется. Это одна из самых крупных международных выставок, посвященных строительству, отделке, интерьеру, экстерьеру. В общем, все, что с этим связано. Это наш первый международный опыт. И мы с собой в этот раз не взяли реальные изделия из бетона, но мы взяли дополненную реальность. И я вам покажу сейчас, как она работает. Очень круто! Вот. Пожелайте нам удачи! Петрабетон в Египте! Кроме нас, из России приехало еще несколько компаний. Сейчас покажем. Они также, как и мы, ищут здесь покупателей, может быть, дилеров. Этот материал, получается, это нержавеющая сталь, и она не выцветает на солнце. Можно использовать ее как на фасадах, так и в интерьере. То есть и в интерьере, и в экстерьере. И способы нанесения здесь несколько разных. И нанесения очень надежные. В общем, ну, выглядит здорово. На выставке целый квартал китайцев. Они продают все, что только захочешь. Целый квартал. Соседний стенд прямо рядом с нами. Ребята, выходцы из России. Американская компания собирает ЧПУ станки для того, чтобы печатать бетон. То есть из бетона делать любые конструкции. В основном это применяется для того, чтобы здания делать, какие-то стены, малоархитектурные формы. Такая своеобразная текстура. Они говорят, что это становится супер выгодно, когда очень сложные формы. Когда сложная геометрия. То есть это выгоднее, чем делать заливку в цехе, например, или монолитный бетон из-за формы. Вот так это выглядит вживую. Можно досмотреть. А вот пойдемте покажу очень интересный здесь стенд. Ребята продают вот такой вот материал. Он листовой. И это легкий заменитель гипсокартонового листа. Они здесь сделали раковину, но на самом деле он для этого не предназначен. Он предназначен для того, чтобы на него потом монтировать керамическую плитку или какого-то рода другие штукатурку. Ну или что захотите. При этом он очень легкий, влагоустойчивый, в отличие от гипсокартона. И может быть разной толщиной. Но они вот так изобразили его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята из Арабских эмиратов. И они делают фасадные такие панели декоративные. Которые по сути могут заменить GFRC. Ну, бетон. И особенность в том, что это очень легкие панели. Они клеятся прямо на здание. Внутри у них пенопласт. И сверху они покрыты таким компаундом из акрила, фибростеклянной и, по-моему, цемент еще туда добавлен. И вот в Арабских эмиратах они очень популярны. Для России, для такого холодного климата у них тоже есть решение, которое может служить при минцевых температурах. Вот так он сказал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Думаю, блин, нафиг мы этот стол привезли сюда. Уже это не наша тема, типа он только отвлекает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, в общем, посмотрите, стол очень прикольный. В общем, видно, что подключен к розетке, светодиоды в стекле, но не видно проводов вообще. Никаких проводов. Я не могу понять, кто здесь может объяснить. Я предполагаю, что тут два стекла и на них напыление какое-то токопроводящее. Там сверху плюс, снизу минус, светодиоды между ними. Ну и так он светится. Очень прикольно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, мы наконец-то встретили наших коллег. Это бетонщики, а не монолитщики. Одни из самых крупных в Египте. И у них такой прекрасный здоровенный стенд. Но, к сожалению, у них нет ни одного куска бетона. То есть все только имитация. И даже закос под стеновые панели на стенах, это ЛДСП. Нам с ними есть о чем пообщаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот недавно египтяне попросили финнов отреставрировать пирамиду. И те навезли гранита. Но, во-первых, очень быстро вышли из бюджета. Во-вторых, очень быстро все обрушатся на тулах. Вот мы видим. Вот мы здесь можем видеть следы оциновки. В те времена еще была популярна папирусная оциновка, которую мы использовали. Но с ней, слава богу, не было проблем. Да. Я помню, мы заливали вот это. Я здесь присутствовал в этот момент. Это наш подарок египтянам. Вдобавок к драмидам мы решили сделать еще вот эту скульптуру. Технология вся наша самая. Единственное, мы привлекли скульптора местного. И облицовка здесь уже свежая. Это индусы делают. Потому что тоже разрушилось. Но это давно было очень. Это тоже крутой проект. Здесь я помню, подпорная доска у нас провалилась. И опалубка сдвинулась немного. И поэтому блок неровный такой получился. Сместилась опалубка. Сейчас умеем по-другому? Конечно. Сейчас мы используем уже совершенно другие конструкции. Гораздо прочнее. И да. Ну и логистика позволяет уже. В подобных проектах мы уже возим цемент на объект прямо. Потому что очень доступная логистика столов. Поначалу мы думали использовать в качестве вяжущего кашки верблюдов. Но потом оказалось, что этого недостаточно. Их было не так много. Поэтому мы начали доставать и лызь милу. Один из наших самых первых проектов Петробетон. Это была сильная авантюра, в которую мы когда-то вписались. Это пирамиды Гиза в Египте. Особенность этого проекта была в том, что в те времена, много лет назад, были большие проблемы с цементом в Египте. И нам пришлось использовать подручные, так скажем, ингредиенты, которые здесь есть в округе. Мы брали известняковую породу, мелко перетирали ее, добавляли ил из нила в качестве вяжущего. И это, по сути, технология геополимерного бетона. Это объясняет то, почему между блоками практически нет щелей. То есть мы ставили опалубку, заливали один блок, потом снимали опалубку, переставляли, заливали следующий блок. И таким образом плотное прилегание происходило. Это очень сильный проект. Они, правда, уже подвыветрились немного. И это было много лет назад. Они вышли уже из своего гарантийного срока. Так что, друзья, у нас богатый опыт. Обращайтесь. Мы можем исполнить любого размера пирамиды на вашем участке или возле вашего бизнес-центра. Будем рады вам послужить. Петробетон. Петробетон. Петробетон.